Весовая категория до 81 кг Весовая категория до 81 кг Весовая категория до 81 кг Итак, друзья, противостоять Ивану сегодня будет спортсмен в синем углу ринга Андрей Бондарь, город Хабаровск Видимо, что оба спортсмена уже на ринге и настало время их немножко представить Иван Зольников, наш благовещенский спортсмен в красном углу ринга, выходил он первый Дебютирует также в официальных боях Он является чемпионом Амурской области по кикбоксингу А тренирует его известный благовещенский спортсмен в прошлом, а теперь уже тренер Евгений Ганин Ну, а нашего хабаровского гостя, которого вы сейчас видите на экранах в синем углу ринга Андрея Бондаря Представит Дмитрий Тюкалов, который является одним из его тренеров Итак, что вы нам расскажете о нашем госте Андрея Бондаре? Андрей Бондарь Просто хороший человек Ну, а как спортсмен? Спортсмен, ну, скажем так, конечно, у него есть определенный опыт выступления в боях Но в боях смешанного стиля, именно в профессиональном спорте По ударному направлению, ну, скажем так, мы стараемся, конечно, готовимся Андрей сейчас будет, конечно, ну, скажем так, чему почерпнуть, чего почерпнуть у своего оппонента Я надеюсь, что все сложится очень хорошо Андрей ведь является мастером спорта по тайскому боксу Значит, это было в далекие 90-е Да, все это время Андрей после этого служил в армии И придя снова в спорт, ну, скажем, пока еще мы набираемся Набираемся опыта, набираемся Ну, что ж, видим мы, что благовещенский спортсмен Выступает он в черных трусах Пока никуда не спешит Но при этом занял центр ринга И очень активен Явно настроен он более агрессивно, чем участник первого боя Бигзот Бигматов Болеем, ну, лично я, конечно же, болею за благовещенского спортсмена Ну, а хотелось бы про нашего гостя Андрея Бондаря добавить Что участвовал он в четырех боях И в двух из них он одержал победу И, кстати, оба победных боя были против благовещенских бойцов Да, еще раз хочу отметить, что Андрей выступал по смешанным направлениям То есть с борьбой, с партером, с забиванием в партере Ну, вот сейчас буквально по Бабарцовскому он сейчас перекрестил руки Андрей очень тягучий боец, да В плане ударов не хватает скорости немножко Ну, надеюсь, что... Волевой, волевой Нельзя сказать, что он никогда не отступает, не отдает Дерется до конца, до победного Ну, и Андрей-то повыше, между прочим Руки у него подлиннее у нашего гостя Сейчас, Андрей, так, получилась заминочка Снова удар ниже пояса Ну, все-таки здесь мы видели, что это было явно непреднамеренно Да, это было в процессе атаки Перед этим Андрей нанес два хороших, качественных удара Ногой Да, достал цели Ну, вот Атака была сбита именно вот этим неприятным ударом Ну, что ж, наш хабаровский гость сейчас Приходит в себя Рефери пытаются восстановить бойца Всегда делаются такие вот Телодвижения, чтобы восстановить И дать возможность Да, видно, что непреднамеренно был нанес, нанесен удар Ну, ничего не поделаешь, это поединок Но хотелось бы отметить, что Иван Зольников-то Как сразу увидел первую оплошность И добавил, только судья его остановил Но вот сейчас повыше темп этого поединка Тем более, что вначале мы ничего-то интересного особо не увидели А вот сейчас, под конец раунда Бойцы решили набирать очки И темп-то взвинтили Что хочется сказать про Андрея Я так понимаю, он дебютирует И я, конечно... Иван Иван, извиняюсь Значит, ну, с таким рвением в бою То есть нерациональный расход сил Я думаю, что приведет к определенным последствиям Поэтому, ну, если дать ему намахаться То дальше будет все видно Я желаю обоим бойцам, конечно, стойкости Поменьше травм И чтобы показывали красивый бой Ну вот сейчас эти спортсмены Хоть и сражаются по версии К1 Это, напомню, профессиональный кикбоксинг Но их стойка, их движение Очень часто напоминает все-таки именно тайский бокс В котором... Который они и представляют Ну, свой базовый вид единоборств Вот сейчас зажал в углу благовещенского спортсмена Андрей Бондарь И сейчас нужно Ивану Зульникову-то устоять Боюсь, что у Ивана не хватит бензина Хороший парень, однозначно Болевой, пытается давить Но желания мало Желания мало То есть, по вашему мнению, Ивану не хватает пока Да, вот мы сейчас видим, как уходит наш благовещенский спортсмен Но при этом и наш гость из Хабаровска Это очень размашисто действует И теряет на этом достаточно много сил Да, очень, конечно, нужно работать над точностью Над скоростью Не хватает там немножко Ну, однозначно, второй бой интереснее Первого соперники примерно равны в своем классе Наш, конечно, гость из Хабаровска Андрей Бондарь Поопытнее Но вот это компенсируется Мы видим, как сейчас Андрей атакует Но зато это компенсируется, наверное, рвением Ивана Зольникова Да, есть очень большое желание спортсмена закончить все досрочно Но, как правило, такого не случается Ну, вот сейчас видим мы благовещенского спортсмена Получил он наставление от своего тренера И посмотрим, что ему подсказал Евгений Ганин И будем надеяться, что удастся ему более уверенно действовать Я понимаю ваше переживание за вашего бойца Но если Андрей в зеленых шортах Боец будет выполнять установки То у него все получится Ну, вот сейчас, видимо, что он начал явно зажимать по углам Нашего благовещенского спортсмена И мне кажется, что все может закончиться уже во втором-то раунде Едва-едва на ногах стоит сейчас Иван Зольников Ну, здесь, конечно, не нужно было бросаться Надо продолжать спокойно Дорабатывать, выполнять свою работу И все получится Первый нокдаун получает Иван Я думаю, что он продолжит бой Спортсмен однозначно достойный Внимание и отчаянный Отчасти, хочется сказать Ну, что ж, пока благовещенские спортсмены Себя проявляют не особо Будем надеяться, что все изменится Ну, и, конечно же, я болею за Ивана Зольникова В черных трусах он выступает Сейчас едва фотографа Не получил травму Андрей Бондарь буквально прыгал Опять пропускает Иван Прямой удар в голову И я боюсь, что скоро поединок может быть остановлен За невозможностью продолжения поединка Ну, хотелось бы ошибиться Второй нокдаун Отчет о рефере Ну, что ж, по углам отправляет Будет принято решение Ну, что ж, не везет пока благовещенским спортсменам Наши хабаровские гости показывают более высокий класс Мы поздравляем нашего гостя Андрея Бондаря Ну, а Ивану Зольникову желаем Удачи Удачи в продолжении Спортивной Спортивной профессиональной карьеры Ну, что ж, мы посмотрели два поединка По версии К1 Это профессиональный К1 Это профессиональный кикбоксинг Сейчас нас ждет бой по версии драка Ну, а после этого три боя Изюминка, украшение вечера Матчевые поединки Россия-Белоруссия В день флага, что очень и очень символично Хочется отметить, что все-таки ребята Уже неоднократно приезжают к нам На наши турниры Спасибо братьям-белорусам За то, что всегда поддерживают Также участвуют во всех мероприятиях Ну, а мы видим Аслана Тажимаматова Благовещенского спортсмена Два боя, две победы У него Ну, а совсем скоро Появится наш хабаровский гость Николай Половников Николай Половников является Также воспитанником Хабаровского клуба Росич Тренируется под Началом Романова Романа И Александра Ильясова Ну, вот пока мы видим Что готовится к бою Благовещенский спортсмен Его осмотрели, его экипировку К бою он готов Напомню, что этот бой проходит По версии драка Значит, мы увидим Можем увидеть не только Ударную технику Но и борьбу И, что самое главное Борьбу напряженную В отличие от других видов Смешанных единоборств В драке нельзя пролежать Весь раунд Ничего не делая Если за 30 секунд Ничего не происходит То бойцов Поднимают Из партера И вновь И вновь Они продолжают бой В стойке Николай Половников Все-таки это Борец Или же Все-таки ударник Это боец Смешанного стиля То есть У него превалирует И ударная техника рук Но она своеобразная Не боксерская Николай неплохо борется Очень Скажем так Мощный боец Несмотря на то, что Выглядит Но очень желистый Тягучий Как их еще называют То есть В принципе Я думаю Поединок будет Такой интересный Да Хотелось бы еще раз Пробежаться по правилам Вкратце То есть Бой по правилам драки Проходит Три раунда Пол-три минуты Минута отдыха Между раундами Ударная техника Это в принципе Можно наносить удары руками В полном объеме бокс Ноги Удары коленями Можно Бороться Проводить болевые приемы Наносить удары В партере Руками По корпусу По голове И ограничение партера Является 30 секунд Но мы видим Что Николая Половникова На ринг Провожает победитель Предыдущего боя Андрей Бондарь Поддерживают Друг друга С клубники Тренировались И готовились Андрей и Николай Вместе Значит Подготовка была На базе Спортивного клуба В принципе Ребята Просто так Время Летом Не отдыхали Им пришлось Немножко попотеть Ну что ж Все готово К началу этого боя Синий угол ринга Мы сейчас видим Николая Половникова Из Хабаровской В красном углу ринга Аслан Тажимаматов И вот-вот Этот бой Начнется бой По версии драка Очень и очень Интересный Захватывающий Мы сейчас Увидим Дмитрий Вот Вы знаете Обоих спортсменов Видели их Вот пока На чьей стороне Вы считаете перевес Мне сейчас Сложно сказать Вообще Как бы Непредсказуемость Есть Определенная интрига Я исхожу Из Опыта Видения Тех боев Которые проводили Бойцы Поэтому Я думаю Что будет интересно Интересно Я в предвкушении Хорошего поединка Ну что ж Мы видим Что соперники Начинают Поединок В стойке Все-таки Руками И ногами Сперва Не будут биться Все-таки Видимо Ударники Оба И не переходят Они в партер Ну вот у Николая Очень интересная Такая размашистая Техника Стойкая Не очень Стандартная Ну в принципе Вот Нестандартные Вещи Такие И дают Определенные Плоды Ну вот сейчас Обманное движение Он демонстрирует Руками И Оба Друг друга Их демонстрируют У Коли Очень хороший Опыт Для того чтобы Лареяк Чарентирац Наш Хабаровский Гость Сейчас в центре Ринга У него на шортах Красные полоски Есть Но видим Что в партер Не стали Не стали Они бороться Переходят в стойку Николай сопротивляется Да Он довольно таки Неплохо борется Ну посмотрим Посмотрим Ну что ж Сейчас Аслан переводит Поединок в партер Он сверху Это более выгодная позиция Время партера 30 секунд То есть Время После Падения На землю На Сейчас Николай Николай Половников В более неудачной позиции Он просто тянет время Сейчас Ну по сути Нет На самом деле Вот эта позиция Является Доминирующей В джиу-джитсу Делает треугольник Пытается задушить Ну Ну вот сейчас Вывернулся Аслан Все Прошло 30 секунд Поднимает бойцов Вот этим Интересна драка Не возят Не возятся они По углам Три минуты Поединка А бьются Каждую секунду Ну я хочу сказать Что конечно Очень сложно Если не будет Хорошего захвата За 30 секунд Провести Очень Очень Хороший Качественный Прием Вот мы видим Что Аслан Аслан все таки Хочет побороться В партере Переводит он Хабаровчанина В горизонтальное Положение Вот пока Ничего из этого Извлечь То и не может Ну хотя Несколько ударов Нанес А удары то Сильные Изматывающие Да Ну идет Обмен ударами Конечно Николаевич Сейчас непросто Ну по крайней мере Вот уже секунду 15 бойцы в партере Находится Вряд ли что-то произойдет Скоро их поднимут Но Видимо что Атаку не дает Развитие Аслан всеми силами Пытается Придавить Ударить Зажать Ну сделать так Чтобы наш гость Из Хабаровска Николай Половников Потерял Как можно Больше сил При этом Аслан тоже Довольно таки Сильно Выкладывается Аслан Переводит все В партер Вот сейчас Все Вот эти действия Ногой Достаточно Чувствительно Он бьет 30 секунд Таких ударов Любого спортсмена Могут заставить Потерять силы Редактор субтитров А.Семкин